Прикормка для карася Прикормка для карася приготовленная своими руками, это отличный способ обеспечить себя хорошим уловом. Карась очень любит прикормленные местечки. Вы наверное замечали, как отсутствие клюва этой мерной рыбы легко исправляется броском в точку ловли небольшого количества прикорма. Так вот, карась отлично реагирует практически на любую прикормку, но есть варианты более дешевые, чем покупные и намного эффективнее. Для того, чтобы активировать клев карася не обязательно высыпать в воду мешок прикорма, как при ловле карпа или белого амура. Достаточно слепить пару шаров размером с апельсина, забросить в точку ловли и наслаждаться активным клевом карася и подбрасывать еще прикорм по мере затихания клева. Это же правило касается и при ловле карася на фидер. В начале ловли сделайте 5 забросов кормушки в точку ловли, чтобы прикормка высыпалась на дно. Для этого достаточно, при достижении дна кормушкой, сделать резкий рывок удилищем. Таким образом вы образуете кормовой стойл для карася и в скором времени он обязательно к нему подойдет. Теперь, когда вы знаете как действовать, осталось только научиться делать рабочую прикормку для карася, которая несомненно станет главным фактором хорошего улова. Итак, начнем. Сделай прикормку для карася своими руками и увидишь, что она лучше любой покупной. Этот рецепт является очень привлекательным для карася и еще ни разу не подводил. У данного способа приготовления прикормки для карася нет минусов, одни лишь плюсы. Можно использовать как для фидерных кормушек, так и для прикармливания места ловли на поплавок, обладает невероятным эффектом привлечения карася, дешевизна и простота приготовления. Я думаю, эти три фактора уже убедили вас в том, что надо попробовать данную прикормку. И вы не ошибетесь, она действительно творит чудеса и способна заставить клевать даже спящую рыбу. Итак, рецепт приготовления. Ингредиенты. Пшено, жареная перемолотая макуха, водица. Способ приготовления. Набираем в кастрюлю или другую емкость. Два стакана водицы. Доводим ее до кипения и засыпаем стакан пшена. Пшено будет готово, когда практически вся вода из кастрюли испарится. Именно теперь и нужно добавить в пшено стакан макухи. Полученная каша хорошо перемешивается и наша прикормка готова. Просто и очень полезна для ловли карася. Теперь внимание, чем больше добавляете макухи в пшено, тем более рассыпчатой будет прикормка. Поэтому при ловле на пружины, для того, чтобы прикормка была более вязкой, клейкой и хорошо держалась в кормушке, макухи нужно добавлять меньше, примерно полстакана. Кстати, я подобрал для тебя лучший рыболовный магазин онлайн с доставкой. Если ты рыбак, не ленись зайди в описание под видео, уверен ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok